каждый без исключения за время карантина приобрел свой опыт жизни в онлайн пространстве я например четыре месяца удаленно занимался спортом с тренером и делал это с большим удовольствием но я знаю что в это же время не все родители получали удовольствие от онлайн образования своих детей дима здрасте 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 я не родитель школьника поэтому только понаслышке знаю а как это было на самом деле да я в общем тоже не могу говорить за всех родителей за всех школьников да то есть попробуем конкретизируем что это я как и многие другие в сети встречали комичные может быть чуть-чуть и такие театрализованные подстроенные значит вопли мамаш которые вынуждены были значит вместе с детьми учиться неизвестно чему ну это вызывало по панику гнев возмущение но в общем оторопь и так далее и так далее да мат перемат но все как надо слушайте ну я даже не знаю я даже не знаю с какой стороны за какую ниточку потянуть с какой стороны начать у вас у нас в школе да ну например ну у нас в школе не считается на школе не считается потому что мы вышли чуть раньше чем мы поняли что туда катится так сказать этот шар мы вышли чуть раньше мы вместе с детьми решили как это будет да просто вместе с детьми у вас какие-то особые возможности в вашей школе такие примет решения свободные потому что вы как бы свободная школа я просто не вполне понимаю как без этого может существовать школа как существует школа может существовать без того что дети могут принимать не решение, потому что, знаете, чья это школа? Чего-то дотаскаться-то, если они не могут там решение даже принять. Это вы про какой-то идеал, а я про... Нет, я про обычную школу. Слушайте, ну, я не хочу, чтобы это звучало как хвостовство, потому что мы начнем раздражать зрителей. Я сейчас вам задам вопрос, и так, да, мы поймем, будет ли это... Нет, нет, я просто на самом деле хочу понять, может ли это быть фактором раздражающим или нет. Вот для того, чтобы все осуществить, то, что вы придумали с детьми, дети с вами, нужны какие-то специальные технические средства, нужны ли последние модели смартфонов? Нет. То есть вообще ничего не надо? Нет, нет. Нужно просто, нужно в первую очередь помнить о том, что дети – это люди. Мы не можем придумать, извините за выражение, за клиента, как ему жить, но это невозможная история. Слушайте, я скажу, что вообще я думаю, ну, так, на ступенечку поднявшись, да, весь вот этот плащ Ярославный, который вы цитировали, значит, частями, мне кажется, он раздавался вот почему. Потому что мы все, и родители, и учителя, к сожалению, зачастую, пытались жить так, как будто ничего не произошло. То есть на самом деле это все то же самое, только хуже. Вот скоро это хуже закончится, и снова станет обратно лучше. Слушайте, в этой профессии так не бывает. Это другая система координат. Ну или, я не знаю, на театральном языке, можем сказать, это другие предлагаемые обстоятельства. В них нельзя жить, как, так сказать, да, ну нельзя находиться в короле Лире, как будто ты в беспреданнице. Ну, трудновато. Теперь это ровно то же самое. Это ровно то же самое. Изменились предлагаемые обстоятельства. Получается, простите, получается, что не только система здравоохранения была не готова к пандемии, но система образования тоже. Ведь это же вызов, новые обстоятельства, неожиданные, аврал, надо придумать, как в этой ситуации жить. И ничего не придумали. Вы придумали, как директор своей школы. Да, я, к счастью, знаю довольно много коллег, которые придумали. Одни одним способом, другие другим способом. Суть вообще-то профессии учителя в том, чтобы меняться все время. И тут как раз нам выкатили, так сказать, вот это самое повод для изменений. И мы такие, ну как-то сейчас вот что-то у нас не заходит. Вот смотрите, вы сейчас рассказали, как могло бы быть, но так не стало. Почему? Где-то стало, где-то не стало. Да, потому что учитель-человек, один талантливый, другой нет, один энергичный и творческий, другой косный и ленивый, ну и так дальше. Просто только поэтому. Нет, не только поэтому. Не только поэтому. Люди разные, это, так сказать, мы согласны с вами. Ну, тут мне придется немножко поругать систему образования. Выхода нет? Нет, давайте. Давайте. Единственный выход, на мой взгляд, который существует в системе координат, в которой мы оказываемся, это максимальная автономия школ. Максимальная. Да, вот сколько возьмут автономии, да, столько пусть выносят. Потому что в этот момент, вот смотрите, что произойдет. В этот момент садится директор вместе с учителями, вероятно, вместе с родителями или чуть позже вместе с родителями, учениками и так далее, и так далее. Говорит, ребят, надо что-то придумывать. Но у каждого все-таки должна быть инструкция, да, определенная. Надо такое-то количество знаний дать по физике. Ну, то есть, как бы, это все... Ну, не свободное плавание совершенно. Это не свободное плавание совершенно. Слушайте, программа существует, но это как раз, знаете, хороший тон поругать, так сказать, государственную программу. Нет, нет. Да, государственная программа – это определенные стандарты. Вы отчитываетесь перед высшестоящей организацией за свою работу? Ну, как бы, не знаю, количество пятерок, четверок, двоих... Нет, не количество пятерок, четверок никто не отчитывается, ребят. Ну, никто не отчитывается. Я не знаю, я пожилой уже москвич. Я расскажу вам. Конечно, есть экзамены, есть контрольные работы, конечно. Конечно. Государство проверяет. Да, ну, ЕГЭ, например, пресловутый. Значит, экзаменами проверяют. То, что вы там наделали за все это время, это экзамены проверяют. Ничего плохого, ничего ужасного нет в ЕГЭ. А как вы пришли к этому экзамену? Ну, по большому счету, да. Я должен вам сказать, очень интересные процессы происходят сейчас, на самом деле. Потому что, как результат того, что было, очень много детей и родителей задумались о домашнем обучении. Потому что дети задают, в общем, довольно верный вопрос. А зачем? Ходить в школу. Да, может... Не, ну, там компания, там есть все-таки... Ну, с компанией можно дружить, между прочим, и во дворе. Да, но зачем мне тратить семь часов, если могу потратить три? Ну, это да. Тут не посмотришь. Так что в этом смысле очень интересно. Ну, прям интересно. Сегодня открылись школы в обычном режиме. Но это не значит, что завтра может накрыть снова. Вот как вы думаете, этот опыт вооружил? Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, да. Слушайте, ну, тут вот при всем, так сказать, драматизме ситуации, или делом в драматизме, я бы не хотел все это черной краской закрашивать. Во-первых, действительно, опыт приобретен колоссальный. Опыт чувственный, между прочим, который немаловажен, а не только инструментальный. Инструментальный тоже. Инструментальный тоже. Да, я понимаю, как я себя чувствовал несколько месяцев назад. Я в чем-то хочу этого избежать, а где-то хочу это повторить, между прочим. Да? Значит, инструментально я абсолютно уверен, что подавляющее большинство учителей посвятили какое-то количество времени для того, чтобы подумать, что могло бы быть иначе. Учителя – это супертворческая профессия. Это удивительная профессия. Ну, вот и все. И в этом смысле я думаю, что все будет хорошо, друзья. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что родители сделали вот эти самые выводы, или, может, они нас с вами услышат. Это, кстати, мы отчасти для этого тоже стараемся работать. Да, ребят, ничего страшного не произойдет. Ведь смотрите, к парадоксальной ситуации мы пришли. Супертворческий момент этот карантин. Еще раз, не хочу повторения по другим причинам. Но если будет, да, удивительные предлагаемые обстоятельства. Наше время – время учителей. Время учителей бывает время разных профессий. Это было время учителя. И, возможно, будет время учителя. Да, от нас зависит, с каким настроением ребенок станет утром. От нас зависит, как у него пройдет день. От нас зависит, скажет он, я прожил этот день не зря. Или скажет, господи, опять. Ну, если кто-то был неэффективен на этот период, в любом случае, этот разговор, я надеюсь, и то, что вы рассказали, может помочь кому-то чуть-чуть подготовиться к возможным неожиданностям. Это может быть совершенно не обязательно ковид-19 или, не дай бог, 20 и прочее. А какие-то новые обстоятельства. Просто быть готовым к новым обстоятельствам. Так и родителям надо быть готовым к новым обстоятельствам и детям. Михаил Михайлович Ванецкий, он что сказал? Чему нас учит? Запах чем хорош тебе пахнет? Отойди. Да, можно поменять учителя, можно поменять школу, можно поменять систему координат. В результате того, что происходило, очень много сейчас школ, которые предлагают дистанционные услуги. Я не владею материалом, не могу ничего сказать, как это устроено. А почему это будет устроено плохо? Ну, годик и будет устроено хорошо. Более того, Алексей, может быть, вагоновожатый чувствует себя героем, если у него изменились обстоятельства, и он, так сказать, поехал, несмотря ни на что. Учитель не может этого не сделать. Это базис профессии. Да, дети-то все время меняются, как в следующем году. Мы не можем к тем, кто придет завтра, относиться, как к тем, кто был позавчера. Абсолютно. Дети просто, в принципе, это новое. Изменения у нас как бы структурированы в генетическом годе. Спасибо большое, Дима. Очень рассчитываю на то, что это было полезно. Помимо того, что интересно, но и полезно. Чудесного нам учебного года. Поздравляем. Что я хочу сказать. Поздравляем. Поздравляем. Все будет хорошо. Точно все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.